Спонсор этого видео кворк.ру. Кворк это любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей. Поручите задачи фрилансерам и занимайтесь тем, что действительно важно. Ссылка в описании. Кшалям аллейкум, уважаемые, приветствуем вас на феоруме и спасибо, что зашли. Знакомьтесь, это Дима. Нет, это Патрик. Нет, все же это Дима. Дима любит наушники и зачастую обзоры на эту технику делает у нас он. Но есть одно но. Дима аудиофил. Он понимает, что такое DSD, отличает арматурные излучатели от динамических, знает, что MMCX и вилки это не одно и то же и не верит наклейкам Hi-Res на наушниках за 30 баксов. Дима не сильно одобряет беспроводные наушники и поэтому данную подборку для вас сделаю я. А вот это я. Меня зовут Серега и для того, чтобы эта подборка не была сильно задротливой и мне не пришлось превселюдно колупаться в горе ослиного дерьма с гравировками Hi-Fi, мы сделаем этот ролик коротким и в нем будут только те уши, за которые я, так сказать, ручаюсь. Говорим о ТВС? Поехали! Начнем с самых доступных наушников в этой подборке. Встречайте, Anker Soundcore Liberty Air 2. Кейс, как и сами наушники, пластиковые, но сделаны добротно, а комар носа не подточит. Саундкоры понимают необходимый минимум жестов и, что важно, практически никогда не сбоят, когда вы с ними взаимодействуете. Поддерживается переключение треков с помощью касаний, плей-пауза, вызов голосового ассистента и, конечно же, автоостановка воспроизведения при изъятии наушника из уха. Одной из интереснейших особенностей этих вушников является их фирменная технология Hea ID. По факту, это просто анализ ваших слуховых особенностей, на базе которых гаджет сам будет подстраиваться под вас. Перед тем, как юзать саундкоры по полной, установите фирменное приложение и гоу проходить тест. Также в число козырей можно занести и шумоподавление при телефонных разговорах. Пусть оно и не самое лучшее, но оно есть. Что еще важного? Перед нами динамические наушники. Версия Bluetooth 5.0, поддерживаемые кодеки AAC, aptX и SBC. Дальше у нас наушники по имени TFZ-X3. Есть лишь одно но, конкретно эту модель сейчас уже очень сложно купить. Но китой он на то и китой, хлопцы там друг у друга все порядочно, спи... И в итоге мы имеем еще одни TFZ-X3, которые называются Mi 4 O7, а именно версия с двумя арматурами. Это важно. Отличия если и есть, то разве что визуальная начинка, как и ее возможности остались такими же, как и в TFZ. В общем, просим понять и простить, но проводочки будут с TFZ. Начнем с того, что здесь у нас арматурные излучатели. Звук чуть более колкий и интересный в плане ВЧ. Любители Red Hot Chili Peppers, налетай, фанаты Киркорова, поберегись. Шутка, конечно, эти вушники нормально отыграют и бутырку. Это тоже шутка, бро, не надо слушать бутырку. Я понимаю, что наушники китайские, а не Sony там какие-то, но даже они этого не заслужили. Давайте ограничимся Киркоровым, как нижней планкой. Итак, что у нас тут интересного? Кроме металлического кейса и пластиковых корпусов наушников, стоит отметить все те же жесты, по факту аналогичные Anker Soundcore Liberty Air 2, а именно переключение треков, плей-пауза и вызов голосового ассистента. Всеми любимого жеста... Тут нет. Жаль. Вы спросите, в чем же тогда прикол этих ушей, Сережа? Объясняю, перед нами самые-самые-самые приближенные к понятию Hi-Fi полностью беспроводные наушники среди тех, которые посещали нашу редакцию. Поэтому, если вы ценитель детализации в звучании, кандидата на покупку сильно лучше, вам вряд ли удастся найти. Сухие характеристики. Bluetooth 5.0, кодеки SBC AAC-APTX и поддержка слабенькой, но типа влагозащиты IPX7. Шумоподавление при телефонных разговорах фурычит. Последний агрегат в сегодняшней подборке ТВС от Huawei. Дамы и господа, перед вами FreeBuds Pro. Наверное, единственное мое замечание к этим ушам не шибко нарядный пластиковый кейс, а в остальном это песня. Сами наушники, хоть и пластиковые, но красивые сенсорные области для управления жестами, есть встроенный... А? Имеется беспроводная зарядка и быстрая зарядка по проводу тоже. Шумодав на месте, при этом есть несколько типов шумоподавления, а также режим прозрачности. Выключить все эти настройки, само собой, тоже можно. Отдельно в приятности занесу и тот момент, что гаджет легко работает сразу с парой смартфонов и относительно быстро между ними переключается в случае надобности. Обязательно ли использовать их вместе со смартфонами Huawei? Нет, конечно. У меня на iPhone все работало так же четко, как и на Mate 40 Pro во время его теста. Но тут стоит вспомнить еще и тот момент, что для трубок Huawei существует еще и красивая анимация при сопряжении. Что правда, думаю, покупать для этого их смартфон вы вряд ли станете. В целом, именно FreeBuds Pro из всего этого трио я назвал бы самыми сбалансированными ушами. Они могут и в технологии, и в звук. По детализации стоят эти наушники буквально на ступеньку ниже тех же TFZ. Но если это все сдобрите отличной посадкой в ушах и всеми технологическими хитростями, о которых я заикнулся ранее, получается топ-продукт. Очень рекомендую, полагаю, что скоро сломаюсь и куплю себе такие. Характеристики Bluetooth 5.2, кодеки AAC и SBC. И чуть не забыл, это тоже динамические наушники. Ну а сейчас пришло время грустной истории. Это тоже Сережа, и он, как вы видите, не веселый. Он не бегает радостно и не выдумывает шутки про Xiaomi. Он не катает в танки и вообще ничего не хочет делать. Почему? А потому что вы еще не спустились в описании этого ролика и не поискали там ссылку на лучший магазин аксессуаров по имени Vuki.com.ua. Вы еще не выбрали там себе чехол на смартфон или автомобильный держатель, не купили пауэрбэнк или ремешок для смарт-часов. А ведь у Vuki это все есть, как и многое другое. Для того, чтобы оставаться веселым и здоровым, Сереже нужны ваши лайки, просмотры и любовь. А Vuki дарит любовь. Купи чехол, спаси YouTube, спаси планету, сделай, Сережа, хорошо. Возвращаемся к ушам. Теперь обобщенная инфа. Первое, на все эти наушники у нас обзоры, конечно же, есть. И, само собой, ссылки будут в описании. Конечно же, перед покупкой гаджета мы очень рекомендуем эти самые обзоры посмотреть. Второе, что касается рассинхрона картинки и звука при воспроизведении видео, хоть и небольшой, но он есть всегда. Наименьший в Huawei. В TFZ или Mifo и в анкерах где-то наравне. Третье, все три модели внутриканальные наушники. Вкладыши мне не заходят, не юзаю, поэтому и не подскажу. Вот такой вышла эта подборка. Дешевая, но имбовая за свой прайс наушники. Плюс почти хай-фай. Плюс максимально технологичные со звуком, так сказать, на уровне. Думаю, каждый выберет для себя идеальный вариант. На этом у меня все. С вами были Сергей Шихайлов и проект Ferum.com. Тыкаем лайки, подписываемся на канал, а также на наши социальные сети. И обязательно делимся этим роликом со своими друзьями. Это очень нам помогает. Огромное спасибо всем и каждому, кто поддерживал нас донатами и на Патреон. Ссылочка и на одно, и на другое есть в описании этого ролика. Здесь вы наблюдаете нашу доску почвота, список действующих членов нашего Патреон-сообщества. Кто хочет присоединиться, вперед! Нам будет очень приятно. Спасибо, что смотрите. Пока.